Валерия Зубакова и Романа Деревянко 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 Валерия Зубакова считает, что регионы имеют право определять способ выборов главы Сейчас, по ее мнению, обстановка в стране перспективная для референдума Политическая реальность изменилась не только в связи с ухудшением экономической ситуации необходимостью принятия пенсионной реформы Мы видим, что теперь реально власти приходится считаться с мнением народа на прямых выборах, когда избираются именно представители не единой России Рейтинг теряет «Единая Россия», ее представители, ее кандидаты в губернаторы Для того, чтобы этот рейтинг поднять, провести вот подобного рода решения и в этом плане привлечь единороссов на сторону оппозиции, которая уже объединилась и приглашает, так сказать, всех присоединиться Но это вполне, так сказать, возможно обсуждаемая ситуация Прямые выборы глав в Оренбургской области отменили в 2015 году Сейчас в городоначальниках выбирают депутаты горсовета путем проведения конкурсной комиссии Таким способом был выбран глава Оренбурга Евгений Арапов который на данный момент находится в СИЗО за взятку Смысл выставлять своего кандидата, если из 40 депутатов 34 являются представителями партии «Единая Россия» Естественно, они выберут того, кого им скажут Одно из причин того, что происходит сейчас в городе то, что у нас не всенародный избранный мэр И поэтому наша четкая позиция То есть, если сейчас новые выборы опять же будут устраиваться таким же образом мы опять в них принимать участие не будем Если всенародные выборы, это другой разговор Здесь все оренбуржцы будут принимать участие Избирательная комиссия изучила документы инициативной группы по проведению референдума Оренбургской области Теперь их передадут в Законодательное собрание региона Если инициативная группа получит положительное решение то им предстоит собрать 15,5 тысяч подписей Власть будет делать все, чтобы не пропустить через Законодательное собрание положительное решение по референдуму Это сегодня аксиома Поэтому в данном случае мы должны уже думать о том что будет после Законодательного собрания Инициативная группа намерена идти до конца и бороться за прямые выборы глав По мнению активистов, отсутствие выборов городоначальника создает большинство проблем в муниципалитетах Екатерина Хига, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ Внимание прокуратуры привлекли отзывы блогеров, журналистов и простых горожан в социальных сетях Люди стали активно писать о том, что обновленный спуск оставляет желать лучшего Трещины, сколы на покрытии, скопление воды на смотровых площадках и лестничном марше Мы приехали на набережную после дождя и убедились, что многое из сказанного не пустые наговоры Однако у большинства прохожих отреставрированный спуск вызывает только восхищение Подруга однокурсница в гости приехала Вот я и привела ее сюда посмотреть Очень красиво первый раз пришли сюда Конечно, изменилась красота Мы голосовали за это, когда были выборы Нам предлагали, мы голосовали, чтобы было дальше продолжение реконструкции Довольный результат? Конечно Очень так впечатлило строение, красиво Молодец, Оренбург Очень тепло, честно, мне нравятся вот эти вот белый мраморный цвет, напоминают мне Санкт-Петербург Вот именно строгость этой линии Интересно стало, чистенько, красиво Ну, ступеньки желательно, чтобы были, как раньше, мраморными То есть настоящий мрамор Есть трещинки, которые вот, как бы, пытаются их завуалировать Но все равно видно, что и трещинки есть, и вода затекает И сколько это будет стоять, непонятно Потому что натуральный мрамор, это был натуральный мрамор Возможно, недочеты не заметишь невооруженным обывательским взглядом Однако эксперты их наличие подтверждают Научно-производственное предприятие Рона Несколько дней назад подтвердили Орендей Что некоторые работы не соответствовали проекту Например, уклон на ступенях Если бы его выполнили так, как предусматривал проект Вода после дождя бы не скапливалась Однако сегодня, когда делом заинтересовалась прокуратура В компании не стали подтверждать результаты прежних проверок Ранее в сети появилась информация о том, что в подрядной компании «Скип» проводили обыски силовики Ее руководитель, он же депутат городского совета от «Единой России» Владимир Курников Вернувшись из командировки, опроверг эти слухи Что касается претензий к качеству реконструкции Их в интервью «Эхо Москвы» в Оренбурге он назвал наездом СМИ и блогеров В ближайшее время реконструкции спуска будет дана экспертная оценка Будет ли возбуждено уголовное дело, также станет известно в ближайшие дни Наталья Богданова, Александр Грачев, городской телеканал ЮТВ Собрались по поводу судейства наших работ Работы все приняты, дедлайн закрыт, как говорится И теперь самое главное, самая суть – победители У нас будут несколько этапов Те работы, которые пройдут в номинацию фотооткрытка Потом из этих будет выбрана те, кто войдет в экспозицию выставки И уже далее третий этап – это первые, вторые, третьи места А по количеству, ну, более 150 работ принято Какие-то отсеивались, некоторые прислали более трех работ Ну, у нас по регламенту в этом году положено только одну, две или три Поэтому вот у нас получилось такое количество Ну, вот принципиально каких-то новых тем по Оренбургу не появилось То есть, ну, это традиционная архитектура, улицы, люди Ну, в общем-то, хотелось бы, чтобы все-таки разнообразнее были сюжеты И, ну, может быть, поинтереснее ракурсы Все-таки не сильно отличаются от прошлогоднего Есть несколько интересных работ Вот именно как раз это уличные съемки То есть жители города, дети То есть, ну, эмоциональные снимки и очень динамичные Были разноплановые работы, совершенно разные Технически не до конца доведенные до ума, но с историей А были очень четкие, качественные, но недостаточно, может, где-то додуманные А были фотографии полной души и настроения И я даже по-новому увидел город Интересные места, которые я, вроде бы, считаю, что знаю город Что я их не узнал Мне понравилось, что люди не зацикливались только на архитектуре Рассказывали о жизни, о горожанах, о персонажах В разные времена года были сняты снимки И с использованием каких-то технических средств Штативов, длинных выдержек И снятых на мобильный телефон Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok